всем привет сегодня будем менять опору амортизатора такой вот резиновый и на всякий случай прикупил подшипник это уже амортизатор для начала скидываем дворники и жабу подворника просто откручиваем вот эти две гайки скидываем дворники просто тянутся вверх тут у нас шлицы но и на дворниках шлицы просто тянем и снимаем дворники далее открываем капот и снимаем само жабу так жабу у нас сначала вот эту часть вот эту часть скидываем потом как видим где есть болты пластмассовые там их снимаем и пробуем и смотрим дальше как снимать тоже снимаю сам первый раз и не знаю ничего нигде не читал на период на не верил не буду пробовать как-то сам так чтобы снять жабу скидываем вот эти вот пластинки которую тут по краям потом у нас три винта один здесь 2 здесь и 3 вот на этом конце пластмассовых и снимаем и у нас вот тут идут защелки защелки получается вот они раз на заборных вот так смотреть то есть получается 1 защелка 2 защелка и 3 защелка на защелку вот тут ударить и вот в эту сторону в сторону получается ветрового стекла и поднимаете за уже вопроса снимает суток и все едем дальше так снял и трапецию жабу опять все придется снимать потому что у нас такой вот пасту то есть два вот этих болта откручиваю пас вас смотрите вот так то есть выходит сюда в левую сторону то есть открутил вот это вот площадку потому что как бы сюда ну можно подлезть на как бы не хорошо будет открутил этот площадку не сможете достать полностью так перекладина потому что у нас трапеции этот вот грибок так что скидываем фишку и снимаем нашу прекрасную трапецию и получается уже у нас поднимается вот эту вся железяка надо аккуратно поднять и убрать так двигаемся дальше когда сняли жабу теперь надо скинуть сначала стоечку стабилизатора снимаем ее снимаем колесо домкратим стягиваем пружину снимаем откручиваем стойку тут стягиваем пружину вынаем полностью аморту как-то так так ребятушки смотрите поднял колесо еще забыть с него так несущим будет принимать верх низ видите то есть вот это не могу колесо лучше бы исходится в этом случае надо менять такую опору амортизатора снимаем колесо и пробуем все это разобрать идем дальше так ребят очередно рассказываю для того чтобы снять на стойку стойку снимать надо сборе короче полностью то есть отсоединяем суппорт вот так смотрим короче два болта вот этих они вот тут где клинки ставится 1 2 снимаем стойка стабилизатора не забываем тормозная трубка у нас идет вот с вот такой пластины это пластина крепится 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 вот сюда вот видит эту вещичку сюда крепится откручивается и получается вы снимаете тросик тросик не тросик а провода bs и тормозной шланг с bs какая проблема смотрим сейчас сейчас покажу датчик bs стоял вот тут на датчике у нас резинка вот у нее желтые остатки еле вообще вытянули вот на самом деле еле вытянули датчика bs у нас выглядит вот так вот получается вот она вот эта вот резиночка вот еле сняли кого ли от того ли но кое-как сняли так дальше рулевой рулевой наконечник снимаем наконечники отличные 35000 пробега вот далее гайку гайку вообще надо снимать первым это с колесом с колесо установите ставить колесо когда сначала и гайку вот эту откручивать так далее далее у нас надо будет снять нам сейчас как-нибудь покажу так надо снять еще шаровую вот она шаровая стоит вот так вот она шаровая шаровую снимаем снизу то есть вот гайка тут гайка и тут вот самый дальний вот тут вот болтик вот там отдали болт снимаем все это и шаровая у нас остается как бы на на нашей стойке было конечно нелегко особенно с датчиком bs было вот прям сказать так сказать тяжело уже надежды на снятие катились к нулю так что как-то так делайте ребят все аккуратненько и будет вам счастья пружину стягиваем вот таким вот стяжкой сейчас стянем пружину и будем все снимать как-то так поехали дальше так ребяточки сняли стойку полностью то есть столько у нас вот он стоит вот так вот как говорил пупу пупу датчик abs вот тут вот крепится тормозной шланг и провод датчик abs это у нас рулевой наконечник тут стоит и и это шаровая шаровая хорошие еще отлично это у нас тормозной вот так вот стянули пружинку вот так кончат стену цену и пружинку и вытащили полностью стойку стойка у нас крепится вот короче получает смотрите как сейчас все соберу в обратной последовательности так пупу пупу так вот жайка конечно все лучше вставляется он так примерно просто накинул чтобы мы понимали как вообще все это работает это вот опора амортизатора вот такая вот резиновая штучка она у меня просела опора просто ставится так вот сверху и все и вот тут вот торчит резьба вот это вот резьба у нас получается вот тут выглядывает и тут у нас ставится покажем и тут вот сверху у нас ставится вот такая вот железячка типа отбойника вот так сверху это уже что вы видите как на и стойке снаружи ставится вот этот отбойничек и гайка и все у нас получается так и держится наш стойка тут у нас под шестигранник то есть берете как откручивать вообще вот эту гайку такую же которую вот здесь вот стоит смотрите как это делается легко чтобы было вам понятно чтобы было без проблем вот так ставится у нас головка на 17 вот так и вот тут вот ставится вот такой вот шестигранник турник турник сейчас я вам скажу h6 шестигранник h6 если будете покупать вот такой вот шестигранник сюда середину тут ключом тут такой трещотка держите без разницы а вот этот вот головку держите газовым ключом и крутится и все это легко снимается не и не нужны никакие специальные ключи то есть как то так у меня вообще в чем проблема стойка тупого не тупого а двигалась поднято вот получается сняли опору примерно мощности на одном уровне поставил примерно получается у нас вот так вот старые опоры и новая опора то есть тут видно высота разные так на миллиметр четыре где ты даже меньше миллиметра три примерно вот из-за этого опору менять подшипник который родной здесь стоит объект 36 на машине подшипник оставляю родной у нас получается такой подшипник идет вот он тут хороший полностью он со смазкой который купил на автодоке он без смазки забивать его как бы хреновенько также как так так по пружине кое-что интересное удалось поймать смотрите короче вот у нас есть последний виток то есть самый первый получать сверху этот часть от них вниз у нас вот тут стоит резинка точно что не тукает тут друг за друга тоже не тукает а вот тут вот сверху тут вот но тут уже моим болгаркой от пилили тут короче тукает вот а вот эта вот часть то есть пружина критической ситуации сильно тукова вот для этого срезаем вот тут вот носик и берем вот такую трубу трубочку кусок шланга и надеваем этот шланг ну до конца как конечно не ставим обратно тукать не будет так собрали вот так вот стоечку с нашей с трубочкой трубкой что вы нашел вот тут гаечку затягиваем подшипничек старенький новый не стали ставить тут все ставим на свои места и отпускаем стяжки чтобы там уже когда вот тут тут лазить чтобы ничего как бы тут не снимать потому что из-за арок за подкрылку тут это тяжело будет стяжки менять ставить точнее убирать так что еще так что ребят стяжки можете не использовать до того момента как не снимите стойку то есть стойку сняли вытащили есть надо менять подшипник то берем стяжки и стягиваем есть подшипник не надо менять то ничего не трогаем оставляем все на своих местах пружина остается на месте так сразу дать в колодку пройдем с колодочки такие визу на каяма это короче кому интересно это перед короче у нас получается вот она старая это одна сторона была ведь другая страна а это новая вот так вот вот этот пластинка получается надо будет снимать ставить вот сюда потому что это пластинки нужны чтобы там колодки не болтались по стойке по стойке раскрутил собрал так как получается такая система это все аккуратно берем потом запихиваем и обратно предварительно поставил вот сюда вот наверх резиновый амортизатор как так поехали дальше так с правой стороной мы закончили вот такой вот у нас зазорчик получился маленький где собраны все так колесо у нас все ставится собрано теперь делаем левую часть пассажирскую уже крутил колесо гайку ослабил то есть вот она так снимаем колесо и разбираем по-быстрому левая сторона конечно будет быстрее потому что пружину стягивать не надо ну дай бог чтобы подшипник там был хороший на правой стороне подшипник идеальный был так ну и принципе все делаем то же самое кому что непонятно пишите в комментариях я еще объясню более подробно и более объемных незадача сломали датчик абы выбили его кое-как вот отсюда выбили он прикипел нахуй вообще ну и как вариант припаяли и сделали вот так вот сейчас обточим вот тут и попробуем обратно собрать тут подрезали все паяли геморро некрасиво неправильно все как мы любим так теперь собираем все в обратную последовательность ставим жабо трапецию точнее площадку трапецию жабо дворники в принципе все едем проверять наш датчик кбс смотрим как так так ребят закончился в горе второй день гулять собрал жабо полностью дворники поставил колеса все поставили прокатился как бы он подсветили сейчас смотрите какой получился зазор зазор уже между зазор вот такой маленький по факту меньше чем был намного меньше и на той стороне . также машина стала выше на пару сантиметров я мерил вот колеса он до примерно до арки примерно на пару сантиметров по тормозным колодкам передние суппорта знаете вдавливаются просто вдавливаются и все то есть можно колодку тоже вдавить а задние у нас суппорта цилиндрики вкручиваются делать вот такую штучку это прорези не прорези а выступы такие там вставляется цилиндров прорези и давите давится то есть получается в сторону задницы то есть крутите в сторону задницы вот так вот и давите то есть и крутите и давите это вот с водительской стороны переходим на пассажирскую получается какая баска вот она у вас штучка вот это есть и вы крутите опять в сторону задницы и давите то есть цилиндриков давится сторону жопа автомобиля так вот они вкручиваются меняется все это быстро в принципе не долго вышло так что как то так кого будут вопросы пишите спрашивайте буду отвечать на них всем спасибо за просмотр подпишитесь на канал поставьте лайк этому видео всем спасибо пока пока